Всем привет! Продолжаем изучать Феникс, Эликсир и ОТП. Давно я не смотрел Феникс, поэтому немного потуплю, скорее всего, и делаю без подготовки особой. Буду рассказывать, буду рассказывать про джинсерверы, буду рассказывать про джинсерверы. Значит так, в принципе, я о них уже рассказывал, но хочу себе напомнить, более явно, ой, выделить джинсерверы. Ну и просто, 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 просто хочу. Значит так, что такое джинсерверы? Я надеюсь, кстати, что вы знаете, что такое процессы. Что такое процессы? Мы уже, значит так, мы знаем, что такое процессы, да? То есть, это некая абстракция, с помощью которой мы можем, по сути дела, запустить параллельную работу. Поверх этой абстракции мы познакомились с двумя такими простыми инструментами, как агенты и таски. Агенты у нас служили для работы с состоянием. То есть, это, например, если нам нужно закешировать значение какой-нибудь функции, чтобы, ну, допустим, какая-то функция у нас долго вычисляется, чтобы сделать что-то типа мимоизации, кэш какой-то, да? И второй момент, это у нас были таски. Таски, это у нас абстракция, с помощью которой мы делали какую-то работу. Таски чуть более удобнее, чем, чем, чем сами процессы. О, чем сами процессы. Теперь давайте джинсервер. Джинсервер, по сути дела, очень-очень похож на таски и агенты, но это более высокого уровня абстракция. По идее, через джинсервер, через джинсервер можно реализовать и таски, и агенты. Это просто, скажем так, вот таски и агенты, это просто некое удобство, некое удобство, чтобы, вот допустим, когда ваш код кто-нибудь смотрит, и когда мы видим, что используются агенты, то мы сразу понимаем, что речь идет о состоянии, оно каким-то образом важно. А джинсервер это более общая, общая абстракция. То есть, через нее можно реализовать и поведение агентов, и поведение тасков. Так, дальше поехали. С другой стороны подойдем. Эликсир, эликсир, это объектно-ориентированный язык через призму, через призму акторов. То есть, посредством вот этих примитивов, процессов реализуются акторы, то есть, по сути дела, объекты. То есть, реализуется акторная модель через эти джинсерверы. Здесь, хоть и название, лично оно мне не очень нравится, джинсервер, но смысл в том, что ваш джинсервер это отдельный актор, отдельная сущность, отдельный объект, который умеет что-то делать. Просто он реализован немного необычным способом, не тем, которым вы привыкли, когда работаете с каким-нибудь объектно-ориентированным языком. То, что сейчас понимают под объектно-ориентированным языком масса. То есть, это какие-нибудь языки типа C или Java. Собственно, у нас же в эликсире только функция. И вот этот объект, по сути дела, его поведение, его состояние мы пытаемся сформировать именно через функции. Состояние мы будем передавать с помощью обычной рекурсии. Ну, а работу будем делать с помощью обычных функций. Но, когда мы делаем работу, мы будем всегда передавать состояние. То есть, рекурсивный такой паттерн здесь присутствует. Кому интересно, загляните в какую-нибудь библиотеку орланговскую. И посмотрите, каким образом реализуется все это внутри. То есть, как передается состояние, как что. Мы поговорим немножечко сверху. То есть, я не буду заглядывать в код и смотреть, как все это дело там передается. То есть, GenServer это абстракция актора, абстракция объекта, которая построена с учетом тех примитивов, тех абстракций, которые присутствуют в орланге. А в орланге у нас все строится на функциях. И, собственно, именно вот поэтому так все может быть и непривычно, непонятно. Особенно, если вы работали, например, с Сакой и Скалой. И там это более естественно, натурально, по-моему, все это выглядит. То есть, там объект мы реализуем через класс, описываем его, добавляем его в метод. И у него есть внутреннее состояние, которое, по сути дела, всегда приватное. Ладно. Теперь дальше поехали. Но GenServer это у нас инструмент, с помощью которого мы делаем работу. То есть, мы им описываем то, что мы хотим от него. Допустим, он может служить... Чем он может служить? На самом деле, чем угодно, это зависит от вашего приложения. Можно даже такие простые вещи, как счетчик реализовать. Можно реализовать более сложные вещи, например, как корзина покупателя. То есть, некое состояние. Или можно организовать... Что там еще можно? Ну, или почтовый сервер можно организовать. Подправки. То есть, вы просто отправляете сообщение серверу, который у вас, почтовый сервер, и он сам уже потом отправляет. То есть, GenServer это актор, который нацелен на работу. Другой важной составляющей библиотеки УТП являются супервайзеры. То есть, некие наблюдатели. GenServer во время своей работы может потерпеть аварию. Причины могут быть очень разнообразными. Это может быть просто непонятное сообщение, которое в итоге приводит к ошибке. Или, может, не знаю, ответа вы не дождались. Тоже может быть у вас выскочить ошибка. Или программный код вы так построили, что у вас там деление на ноль. Тоже ошибка. И все в таком духе, и надо на это каким-то... Или просто все выключилось, питание отключилось. И на это все нужно каким-то образом реагировать. И вот супервайзеры это именно об этом. Это абстракция, абстракция над наблюдателями. Которые решают, что делать, когда тот или иной GenServer падает. То есть, мы регистрируем... Мы вот... Кстати, да, надо еще сказать. Супервайзер это тоже актор. Но просто у него своя специфичная роль. Единственное, что он делает, это он наблюдает над GenServer'ами и решает, что сделать, если тот работает не так, как хочется вам. Или он упал. В общем, он реагирует на сервера. Так-с. Собственно, вот классическая картинка, классическая картинка, как мы строим наше приложение. То есть, у нас есть супервайзеры, которые могут наблюдать также другими супервайзерами. Но основной их смысл, что они наблюдают над воркерами, а воркеры делают какую-то работу. То есть, вы строите некое дерево. Некое дерево по работе вашего приложения. Так-с. Теперь поехали дальше. Теперь давайте посмотрим уже более такой практический пример. Я поднял от носа из своих старых приложений. В принципе, я уже говорил, что в самом-самом первом видео, что у нас в Phoenix каждый запрос, каждый запрос, он обрабатывает в отдельном процессе. Я даже показывал. Давайте еще раз покажу. Вот я запустил оболочку, ее можно запустить через команду Observer Start, там где это я прописал. Вот, и в ней вы, собственно, можете лицезреть те процессы, которые у вас в данный момент запущены. Как мы видим, запущено весьма много. У нас будет интересовать вот мое приложение кайка, и вот здесь мы увидим процессы, которые будут создаваться, когда я буду делать запрос. Давайте сделаем такой запрос. Вот я делаю запрос. Так, сейчас я это обновлю. И, собственно, вот он. Вот мой запрос. 3, 2, 6, 7, 4. То, что это он. Так, я обновлю. Ctrl-R обновить. Вот, видите, он спит, спит. 3, 2, 2, 6, 7, 4. 3, 2, 6, 7, 4. Так, процесс отработал. Вот у меня загрузка произошла. Теперь давайте я делаю следующее. Я снова сделаю запрос, но я постараюсь успеть убить процесс. Так, вот у меня новый процесс. Я его убиваю. То есть он у меня крашится по своей сути. Вот он исчез. Так, и как у меня Феникс реагирует? Я думал, он восстанавливает процесс. А он его, по ходу дела, не восстанавливает. Тогда я здесь ответа не дождусь. Да. Он его не восстанавливает. Вот это, кстати, плохо. То есть процесс убит. В процессе нет. Значит, обычные процессы. Феникс у нас, я не знал. Ну ладно, буду теперь знать. Он их не восстанавливает. Не восстанавливает. Обычные запросы. То есть все еще крутится. Все еще пытается задать. А получить ответы, но ответы он не дождется. Так. Вот у меня новый процесс. Я его снова убью. И я снова не получу. Ага. Ctrl-R, повторюсь, это Reload сделать. Ок. То есть здесь вот таким образом реализовано. То есть мы, он, они решили не устанавливать отдельный процесс, который ответственен непосредственно за... запрос. С другой стороны, вот у нас есть Экта. Где база Connection. А вот. А, у нас есть стандартные 10 соединений к базе, которые мы используем, чтобы осуществлять какую-то работу. А вот здесь, я это уже показывал, если я убью процесс, то есть у меня появится новый. То есть здесь идет восстановление процесса. Это происходит, происходит благодаря супервайзеру. Ага, вот у нас супервайзер, есть пол-супервайзер, который реагирует на работу. А здесь, по ходу дела, не было его. Здесь что-то другое, непонятно. Ага. Ладно, разобрались, да, примерно, что поведение, поведение может быть разным. Иногда вы хотите восстанавливать, и иногда вы не хотите восстанавливать процесс. Так, теперь я это дело... Остановлю. Ага, и давайте еще посмотрим, как это у нас все выглядит в коде непосредственно. Есть еще такая абстракция application, но мы о ней как-нибудь потом говорим, и в ней реализуется запуск приложения. Так, где? Вот, skyco.web. Ой, что-то я зацепил, не здесь, конечно же. Так, skyco.application. Модуль skyco.application. Вот, нашел. То есть, вот здесь наше приложение, скажем так, стартует. И если мы присмотримся, то мы увидим следующие вещи. Мы увидим супервайзер, у которого есть дети, над которыми, над которыми он наблюдает, над которыми решает что-то сделать, когда упадет. И вы, когда будете писать, будете писать нечто похожее. То есть, будете создавать супервайзер и передавать ему детей, над которыми вы хотите, чтобы ваш супервайзер наблюдал, как-то реагировал. Здесь вот, например, используется стратегия one for one. То есть, если конкретные, вот у нас, вот, репозиторий мы убивали, убивали, как их называются там, процессы, которые ответственны за коннекшен с базой данных, да, то у нас восстанавливался только один процесс. Также есть стратегия one for all. То есть, один, любой падает, мы бы все, все процессы бы перезапускали. Какое поведение, это будет, вы должны будете сами в своих приложениях посмотреть. Такс. Дальше едем. А дальше, дальше, дальше. Что у нас дальше-то? Старт, 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 старт. Давайте дальше сделаем следующее. Напишем, напишем GenServer и попробуем написать Supervisor. Не думаю, что это у меня все красиво получится, но попробуем. Такс. Давай, открывайся. Такс. Так-так-так-так. Значит, сперва мы разберемся, что с GenServer. кстати, кому интересно, вся эта тема, в принципе, можно порекомендовать вот эту книжечку. Она есть на русском. Как-то она на русском называется, не знаю, на английском вот нашел. На русском она издана. Правда, там, там ирланг, там ирланг, то есть там не эликсир, но основные все вещи рассказаны. Эликсир же, это просто красивая обвертка. Не скажу, правда, что там рассказано идеально, прямо идеально, то есть, ну, легко понимать, не могу этого сказать, но рассказано все по делу. То есть, если внимательно, не спеша, так обстоятельно сесть, почитать, то должно быть более-менее все понятно. Там еще начинается так вернее, там показан переход, как от простых функций с процессами перейти именно к G-серверу. Почему нам мы вообще переходим к этой абстракции, что она нам дает, какие удобства. А мы будем сразу писать эти абстракции, эти удобства. Так что, давайте идем в G-сервер, топ, и смотрим, читаем. Будем прямо вот читать библиотеку, то есть, это itsBehaviour модуль для империумитации сервер client-server relation. Server client relation. То есть, это, значит, абстракция про-проведение. Про-про-про-проведение. Концептуально, концептуально, да? Давайте создадим какой-нибудь сервер. Так, как здесь? Создавать буковка, да? Да, буковка файл создается. Значит, так, давайте какой-нибудь создадим сервер. Угу. Какой бы создать-то? Давай, я даже не знаю, у меня нет никаких идей. Нет никаких идей. Ага, 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 ага. Ну, не знаю, давайте, давайте book. А, лучше books, ex dev-module, типа библиотеки будет у нас, типа библиотеки. Books. Первое, первое, что вам нужно, когда вы создаете некий объект, некий объект, с помощью которого вы описываете все, то есть вы создаете ваш актор, джинсер, я напоминаю, это именно актор. Вы должны подключить базовые функции, с помощью которых этот актор у вас и организуется. То есть любой актор что должен уметь делать? Он должен иметь возможность инициализировать свое состояние, он должен его уметь передавать, он должен принимать сообщения, каким-то образом их обрабатывать. И это для всех акторов, неважно какой вы создадите. И вот джинсервер, это именно про это, в нем описываются дефолтные функции, которые характерны для всех. И к ним, к ним вы добавляете какие-то свои конкретные функции, то есть некие клиентские функции. Так, use джинсервер. Так, use это вот особая директива, которая добавит вам функциональность. Дальше, поехали. Теперь нам нужно по сути дела организовать, организовать общение с ним. Общение организуется у нас через функции, поскольку это, по сути дела, основной примитив, с помощью которого мы организуем наши программы в Ирланге или в Эликсире именно через функции. Именно через функции. Обычно создают какую-нибудь функцию, например start или run но обычно все же start называют и передают какие-то параметры. Обычно здесь например init state init state и затем мы берем наш модуль gen server и у которого есть множество функций по запуску, по запуску, по старту. То есть вот то, что я сейчас делаю, вот этот run я по сути дела описываю client function то есть то, что непосредственно будет доступно юзеру или тому модулю, в котором мы будем это дело использовать. А внутри вот этих всех клиентских функций мы используем те функции, которые нам предоставил непосредственно библиотеку. Библиотека эликсира. То есть что я должен делать? Start link Start link Start link я уже говорил как-то стартовать наш процесс наш процесс а по сути дела мы создаем именно процесс мы можем двумя способами либо стартом либо link link это связь. То есть если ваш процесс из которого вы запустили упал из которого вы запустили вот этот вот этот актор этот джин сервер этот процесс он тоже упадет он тоже упадет поэтому давайте вернее вы будете решить вам нужна такая связь или нет причем эта связь в обе стороны работает стартлинк стартлинк и здесь передается следующий параметры давайте посмотрим callback а это не то вот function starting то есть модуль initial initial арк модуль initial арк и какие-то аргументы по типу name например можно передать ну или вот давайте сюда можно писать название модуля буквы буквы а можно написать воспользоваться неким удобным сокращением две черточки большими буквами модуля и снова два нижних подчеркивания это то же самое что название модуля прописать просто некое удобство дальше мы передаем вот это initial state и можем передать еще какие-нибудь параметры например name box namebox это мы запустили функцию теперь давайте опишем сервер functions functions окей сервер functions сервер functions ага 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 мы вот запустили сервер теперь нам нужно передать состояние и здесь используется следующее функция она называется init то есть инициализировать то есть некий callback некий callback с помощью которого вы передаете начальное состояние init сюда вот передаться вот этот initial state initial state вы можете его поправить здесь вы можете сделать какую-то работу дополнительную по обработке начального состояния то есть мы сервер запустим вот этой команды здесь вызовется стартлинк с какими-то параметрами в частности мы сюда передаем начальное состояние вот это начальное состояние затем через вот этот вот джинсервер передастся обязательно сперва функцию init и сейчас нам нужно ее реализовать конкретно то есть наше конкретное решение которое мы хотим сделать давайте взглянем на init как мы видим здесь существуют различные способы ответа если у вас все хорошо допустим вы ввели корректное начальное состояние то обычно отдают atom ok то есть tuple из атома ok и вот этого initial state ну или можете поправить как его если начальное состояние не совсем корректное не совсем корректное можно выбрать другой путь и вернуть вот например stop и reason и другие варианты то есть можно было бы например реализовать вот следующее что давайте что initial state у меня должен быть м м м м а в другом другом случае м м у меня что вернется давайте посмотрим вот прям копируем что вы вам не это не не что нет так что это не не это а и и и и Вот таким образом через клозы одной функции вы можете реализовать. Ну, собственно, это такой классический дематический способ реализовать различное поведение. Всякие ифы, без лени, это, скажем так, не совсем функционально. Нет, ифы активно используются, но это как бы не совсем то. Обычно используются какой-нибудь кейс, это более такой функциональный подход. Или кондишн, тоже более функциональный подход. Так, что мы сделали? Мы записали, мы запустили сервер и дали ему начальное состояние. Дальше нужно описать функции, которые позволяют работать с этим сервером. То есть, что мы хотим? Например, мы хотели бы Мы хотели бы Узнать, есть ли такая книжка Из Экзист Бук А, и здесь вам нужно передать название какой-нибудь книге. Дальше. Это, напоминаю, это наша клиентская функция, которой мы будем непосредственно пользоваться. Внутри этой клиентской функции мы должны взять и описать, вызвать, вернее, очередной callback. Callback из вот этого джинс сервера. И он запускает, и в нем есть вот эти функции. В частности, в частности, нас интересует ответ. Когда мы хотим получить ответ, на этот случай есть вот такая функция. Функция называется она handle call. Handle call. Вот мы ее должны будем описать. Но, прежде чем ее описать, мы должны вызвать функцию call, нашей клиентской функции. То есть, мы здесь пишем call, call, и здесь, и здесь что мы передаем? Мы обычно передаем пит, пит, но мы можем передать не пит, мы можем передать название, название. Поскольку мы дали, у нас будет джинс сервер только один. То есть, второй такой джинс сервер мы создать уже не сможем. В сети существует, может быть, только один джинс сервер с уникальным именем. Так, бокс, да, сделали. Теперь дальше поехали. Нам нужно передать запрос, какое-то действие. Обычно что делают? Обычно передают какой-нибудь tuple, в котором первый атом обозначает, что вы спрашиваете, а второе значение параметры запроса. Например, что мы спрашиваем? Exist, то есть, существование, да, и сюда передаем name. Это наша клиентская функция. Теперь нам нужно описать непосредственно callback, то есть, как обрабатывается. Здесь нам нужно вот описать вот те handle, которые я вам сперва показывал. То есть, вот это handle call, handle call. Handle call – это callback, который предназначен для ответа. Ответа. То есть, вы спросили, и вам вернули что-то. Есть еще другие возможности, в частности, cast – это когда вы просто отдаете какое-то действие, и ответ вас не интересует. Естественно, handle call выполняется гораздо быстрее, чем handle call. Handle call – это блокирующая такая операция. Вы будете ждать ответа. А cast – это вы отправили запрос, и вас не интересует, что там дальше произойдет. Окей, разобрались, да? Теперь давайте дальше поедем. А что у нас дальше? Дальше у нас, смотрите, здесь очень большое количество возможных вариантов ответа. Самый популярный – это reply, тело, которое предназначено для ответа, и новое состояние. Напоминаю, что у нас основной базовый примитив при построении наших программ – это функция. То есть, это не класс. Соответственно, каким образом мы передаем состояние? Мы передаем и через рекрусивный паттерн. Именно поэтому мы вот здесь должны всегда помнить о том, что мы должны еще будем передавать новое состояние. Это состояние передастся дальше. То есть, процесс, на котором накручены все вот эти функции, калбеки, он внутри содержит вот это вот состояние. Так, я хотел скопировать. Значит, def. Здесь, как мы видим, принимаются три параметра. Три параметра нам нужно описать. Так. Так, do. And. Первый параметр, первый параметр, что такое? Это непосредственно запрос. А какой запрос? А вот он нам отсюда придет. То есть, вот это вот, это и есть не что иное, как запрос, который мы хотим передать. Мы прямо вот так вот копируем и вставляем сюда. Откуда пришло? Это здесь будет идентификатор, откуда пришло. Откуда пришло. Обычно мы им пользоваться не будем. Здесь уже информация, она передается. Вот этот from, он используется в более сложных паттернах. Например, когда вы не хотите отдавать сразу сообщения. Или вы хотите разослать нескольким сообщениям. Или, например, вам пришел, пришел от одного актора, от одного джинсервера какой-то запрос. Но вы ему отвечать сразу не хотите. Вы, грубо говоря, вот этот from запомнили. Потом вам пришел еще от другого актора запрос. И, вот скажем так, вот на информацию от обоих акторов вы можете принять какое-то решение и затем отправить. То есть, from, from используется обычно в более сложных паттернах, когда вам нужно ответить. По дефолту вам его использовать, когда вы используете обычные хендл колы, не нужно. Так, и теперь здесь state. State это наше состояние, которое нам будет, нам будет поставлять вот этот джинсервер. То есть, наша задача, по сути дела, вот это описать и вот это, если нужно. Но мы обычно будем концентрироваться именно вот здесь, вот на этой части. То есть, на части именно запрос. Запрос у нас обычно представлен в виде какой-нибудь структуры. Просто для удобства. Просто для удобства. Видео какое долгое получается. Вот я палаболю. Так, дальше поехали. Я не помню, map.ksk. Давно я не работал. Давно я не работал. Где мапы? Где у нас мапы? А, там, да, там, это я всё вижу, это я всё вижу, топло. А, вот, map. Function. Askey. А, то есть, я хочу проверить, есть ли ключ. Ага, и answer. Смотрите, answer я также отдам в виде тупла. Первое, это окей, что ответ сработал хорошо. И дальше answer. Вторым я отдам непосредственно ответ, где булевское значение. Так, здесь, где я ищу? Я ищу в моём состоянии книжку. И сюда я передаю name. Поскольку у меня здесь состояние никак не меняется, я здесь передаю тот же state, который был. И вот, собственно, это такой классический handle.co. То есть, мы дали какую-то работу нашему серверу. Сервер её выполнил, и затем отдаёт нам один из возможных вариантов ответа. Как мы уже видели, вариантов ответа. Так, где это у меня? Вариантов возможных, как сервер реагирует. Множество, 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 множество. Вот этих вот ответов вы должны жёстко придерживаться. Жёстко придерживаться вот этой структуры. Эта структура используется внутри, внутри джинсервера. То есть, вот этот атом reply, no reply, stop. Что это должен быть, кортеж из трёх элементов. Вы всё это должны придерживаться. Вы меняете лишь, то есть, можете reason, состояние поменять. Можете структуру состояния. Можете вообще удалить даже состояние. То есть, ставить пустой лист. Но сама вот структура ответа должна... Вот... Один вот из этих вариантов обязательно. И это везде, при каждом callback. То есть, вот я когда инстерилизировал состояние, здесь обязательно должен быть топом. Один из возможных вариантов. Окей, и не даток. Другой, stop. Так, сохранили. Теперь, едем дальше. Едем дальше. Допустим, давайте я... Если это у меня библиотека, если это у меня библиотека, то давайте я сделаю следующее. Давайте я... Возьму книжку и отдам книжку. Нет. О, я здесь еще не по комменциям создал функцию. Как же это все нехорошо. Я и забыл. Здесь же с нижним подчеркиванием мы функцию называем. Так. Теперь давайте опишем еще одну клиентскую функцию. GetBook. И еще одну функцию. ReturnBook. То есть, я хочу вернуть букву. Буку, буку, буку. Так. Здесь у меня непосредственно бука. Я снова буду выполнять call, поскольку я хочу ответ. Запрос я построю таким образом, также туплом. Я использую первым атом get. Вторым я использую name. Дальше мне нужно описать handle call очередной, ну, у которого сейчас будут другие параметры. Handle call. То есть, здесь у меня get. Get. Здесь мне предстоит. То есть, я хочу забрать книгу. У меня здесь логика будет не самая лучшая, не самая лучшая. Но что есть? То есть, это, ну, не совсем корректная. Будет. То есть, я хочу забрать книжку. Забрать книжку, забрать книжку. То есть, я хочу изменить мапу. Я хочу изменить мапу. Ага. Нет, нет. Поп. Return and remove value. Значит, так. Вот это мне нужно. То есть, я хочу, значит, извлечь, извлечь книжку. Так. Значит, так. Откуда я буду извлекать из своего состояния? Что я буду извлекать? Я буду извлекать name. Здесь у меня какие возможные варианты? У меня, по идее, здесь может быть... Здесь, по идее... А если такой книжки нет, что вернется? Здесь не вернется. Возвращается tuple с новым значением и с мапой. Здесь, значит, возвращается tuple. Значит, так. Value, да. То есть, то, что я снял. И новое состояние, по сути дела, new state. New state. Я здесь буду передавать его вот здесь, вот это новое состояние. То есть, моя библиотека, моя библиотека, я возьму и удалю из нее какую-то книжку. Теперь дальше поехали. Теперь я беру вот это value. Value, я даю его в качестве ответа. То есть, юзер, юзер, конечный пользователь, то есть, там, где я пользуюсь непосредственно данным хэндлом, вот, вызываю данный метод, мне вернется atom.ok и непосредственно книжка. Так. Ну, или nil, да, если я попрошу книжку, я предполагаю, что там nil возвращается. Окей. Теперь дальше поехали. Это handle call. Допустим, я хочу теперь вернуть книжку. Здесь мы используем другой, другой метод. Называется oncast. Я хочу cast. То есть, я хочу, как будто просто отдал и все, вернул. Что он там с ней сделает, это, скажем так, меня не интересует. Я назову здесь опять return. И снова передам название книги. Надо было чуть сложнее лагику. Можно было с названием книги. Ладно. Давайте дальше. Не буду пока заморачиваться. Смотрите, вот handle call, вот эти функции, вы должны комбинировать вместе. Иначе, в общем, эликсир ругается. Эликсир ругается, если вы не комбинируете, не располагаете их вместе. Старайтесь располагать вместе эти функции. Так, теперь мы хотим, что писать? Мы хотим handle cast описать. То есть, очередной, очередной, очередной... Так, делаем у нас не протоколы, а gen server callback handle cast. Handle cast, handle cast. Что такое handle cast? Это значит, по принципу отправь и забудь. И нас интересует, что сделать. Здесь смотрим, как... Здесь тоже есть различные варианты ответа. Ну, сделаем простой вариант. Простой вариант. Зачем я дав-то стерп? Ладно. То есть, здесь, смотрите... Здесь уже from нет, поскольку нам не нужно... Не нужно возвращать... Не нужно возвращать ответ. Тип ответа у нас... No reply и new state. Что я хочу сделать, фактически? Мне придет новая книга. Новая книга, да? И я хочу эту новую книгу положить в new state. То есть, мне нужно воспользоваться опять map'ом и... Так, здесь функция put. Функция put. Давайте я этого воспользуюсь. И сразу вот здесь вот пропишу put. Куда я хочу положить? Я хочу положить... Мое состояние. Хочу положить name. Хочу положить name. Ну, допустим, я буду связывать всегда с единичкой. А здесь будет у меня name. То есть, название книги у меня будет через атомы. Ладно. Это у нас handlecast. Handlecast. Теперь дальше поехали. Есть еще третий тип функции. Это... На случай непонятных сообщений. На случай непонятных сообщений. Потому что, если... Ваш дженсервер не знает, как обработать сообщения, он его просто пропускает. В Wack есть так называемые мертвые сообщения. То есть, они никуда не деваются. Здесь, если вы не описали все возможные случаи, ваше сообщение, оно просто в бездну куда-то там упало и там растворилось. На этих случаях, на этот случай обычно описывают, обычно описывают еще одну функцию. Она называется handleInfo. HandleInfo. Так, где... Где у меня... А... GEN-сервер. Callback. HANDLEInfo. HANDLEInfo. Вот. И здесь возможные варианты события, как мы видим. И она так же по принципу, не возвращаем ответ. Кстати, да, вот здесь еще посмотрите, this callback is only supported relang otp 31 plus 1, так что сервер версии имейте ввиду. Так, я не скопировал. Так, все это плохо сейчас. Так, ладно, вот handle info, мне придет какое-то сообщение. Так, сообщение. Я отвечать ничего не хочу. Your inspect message. То есть, мы просто в консоли проинспектируем. Your inspect message. Я хочу просто посмотреть, каким образом они здесь handle info перерабатывают. Вот. Окей, окей. То есть, просто состояние, просто какое-то сообщение. Окей, ну давайте просто какое-то сообщение, неважно какое. То есть, я его просто отпечатаю. Смысл-то в любом случае в том, что handle info это какое-то, ну не совсем стандартное поведение. В частности, вот здесь вот реализуется, реализуется паттерн работы по расписанию, работы по расписанию. Ну, давайте реализуем заодно его. Где можно его реализовать? Смотрите, поскольку мы работаем с функциями, да. Нам нужно будет, если мы хотим сделать реальную работу по расписанию, а не один раз выполнить через некоторое время, нам нужно будет вот это значение передавать каким-то образом. Где это можно сделать? Во-первых, мы при инициализации, при инициализации, вызовем следующий метод. Допустим, schedule work, schedule work, schedule work, давайте я его чуть ниже объявлю, schedule work, вот schedule work, который что делает? Он просто посылает самому себе через какое-то время какое-то сообщение в work. Но это только один раз, только один раз. Теперь мы должны описать handle info, handle info, где мы вот этот work возьмем. Время я там еще подправлю, чтобы проинспектировать. А handle info, здесь я, естественно, помните, что у нас функции читаются сверху вниз, поэтому порядок важен. То есть сверху мы строим частные клоузы, в конце мы пишем общие клоузы. И допустим, inspect. А, здесь минимизация. Ну давайте. Путс. А. 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 состояние, которое было. Здесь, кстати, надо тоже подправить, возвращать, было то же состояние, которое было. Так. Теперь подправлю время, то есть тысяча миллисекунд, допустим, каждый, ну, допустим, каждые 10 миллисекунд, и вот в этом HandleInfo мне нужно будет снова, снова запустить, если я реально хочу, чтобы каждые 10 секунд, а не один раз. Мне нужно отправить сообщение самому себе. То есть, мы, смотрите, мы, когда запускаем сервер, инициализируем состояние, там мы запускаем функцию так, не здесь я сделал. Там мы запускаем функцию, которая, с помощью которой я отправляю сообщение самому себе. один раз. SendActor, то есть отправь после 10 секунд, после того, как стартовал, да? Self, это функция, доступная в любом процессе, возвращает пит самого себя. Дальше. Вот эта работа выполнилась, выполнилась, да? То есть, вот мы ворд отправили, 10 секунд, когда я прошла, вот этот HandleInfo сработает, он у нас выводит строчку, и затем я снова, снова запущу эту функцию. Что мы здесь еще из примечательного пока видим? Что везде обязательно мы в ответе отправляем состояние, отправляем состояние. То есть, вот это наш ажен сервер. Ууу, час. Сейчас бы мне еще вспомнить, как запустить командную оболочку. Так. XBuds SMix, по-моему, так. Так. Давайте. Значит так. Сперва я хочу зарегистрировать библиотеку Lib. И здесь надо мапу с какой-нибудь скопировать. окей, через атомы. Говорю же, давно не работал. Значит так. Допустим, следующее будет название. Скала. А, да. Давайте я возьму один. Потом Java один. Один это просто ничего не значащее. дальше. 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 Elixir. Elixir 1. Так. Phoenix. Phoenix 1. Ладно, хватит нам этого. Надо было еще реализовать функцию верни мне всю библиотеку, чтобы реально видеть. Окей. Теперь давайте запустим наш данный сервер. Для этого я пишу books run и передаю библиотеку. Вот у меня зарегистрировался данный сервер. Он запущен. Он работает. Сейчас я могу О, вот видите, работа началась по расписанию. Ладно, она нам будет немного отвлекать, но сейчас я хочу, допустим, взять книжку. Books Get Какую книжку я хочу? Я здесь передаю название имени ой, как все это. Значит, books get скала. А, get book надо. О, здесь возвращается value. Value возвращается. Здесь возвращается value. Ну, ладно, я не мать. но самое важное, что мне вернулось здесь не name, а возвращается. Такс. Давайте я отключу вот эту работу. То есть, вот один раз. И немножечко подправлю. давайте я создам еще одну функцию, которая мне вернет get all. Назову ее get all, которая call. А, get all я здесь. Здесь никакие параметры мне не важны. Можно просто вот так взять или вот так. А, передаю я здесь поскольку параметры никакие не передаю, я передам здесь только атом get all и мне нужно еще один клоуз. Функции handle call. Handle call я использую для ответов. Функции handle call, да, мы группируем, группируем по вместе, вернее, не разбрасываемся. Так, здесь я буду возвращать то же самое состояние, но здесь я еще буду возвращать само состояние. Так, это я удалю отсюда. Так, все хорошо. теперь давайте я по-новой сделаю. Значит, так. Так, вот здесь зарегистрировал, скажем так, мою странную библиотеку. Я зарегистрировал, запустил сервер, запустил сервер. дальше поехали. Вот у меня разовая работа сработала, и теперь я хочу начать букс, get, или я опять криво создал, а, нет, супрани, get all. вот в моем состоянии. Теперь я хочу что делать? Я хочу взять, взять, а, давайте я return, то есть я верну книжку, новую книжку, допустим, это будет Python, Python, вернулся Atom, окей, и если я сейчас попрошу все книжки, у меня, видите, о, я здесь даже вот каким образом, о, как я все это убого здесь реализовал, так, где у меня Handle, Handle Call, так, Handle Put, тут, ага, надо было немного по-другому создать, ну ладно, ну ладно, то есть я не знал, что здесь вот таким образом, ладно, мы вот теперь получили все, теперь я хочу вынуть эликсир, Box, Get, All, ой, Get, и я, допустим, эликсир, вернее, не Get, а Get, Book, и, я вынул эликсира, и если я сейчас Get All, у меня, видите, изменилось состояние, ну и ладно, Return мы видели, допустим, если я, ага, ага, так, так, app server старт, так, я хочу убить данный процесс, вот у меня бут, зарегистрирован, я его хочу убить, и видите, у меня оболочка перезапустилась, а почему она перезапустилась, потому что, а, я использовал при создании метод StartLink, StartLink, что делает, он связывает процессы, если один из них крашится, второй автоматически тоже крашится, и поэтому у меня оболочка перезапустилась, перезапустилась, по-хорошему, я должен был повесить какой-нибудь супервайзер и отреагировать на это дело каким-то образом, ладно, я хотел показать другое, что, когда я, допустим, с пустым списком, если попытаюсь запустить, пытаюсь запустить, то у меня ничего не получится, ничего не получится, видите, то есть инициализировалась, шелп процессы, извините, bad init data, дальше поехали, что тут еще могу сказать, handle call, handle call, handle cast, ну, в принципе, можно, по идее, еще здесь копнуть глубже и также ладно, не буду это, пожалуй, делать, просто скажу, так, где у меня функция, gen server callback, смотрите, здесь еще функция terminate для более корректной остановки, интересно, что такое формат статус, я даже не знаю, что такое, вызывается в некоторых случаях для извлечения формата version, формат статус, кода change это, ну, понятно, да, это, ну, ход, ход кода свопен, тут, где я вам пока не помогу, сам этим инструментом я никогда не пользовался, а, и вот также доступные функции, это уже непосредственно у gen server, у gen server, если вы, вот, я здесь привязывал, привязывал, привязывал к имени конкретном, но, в принципе, в принципе, да, я мог здесь указать просто название модуля или генерирую каким-то образом свой модуль и тогда вернее, свое случайное название и тогда вот здесь название нужно будет вернее вот вот это вот здесь подставить другое, не название, а pin или то название, которое я генерирую. Есть такой инструмент, который регистрирует некую большую карту, некую большую мапу, в которой у нас отображается связь с пида и названием, пида и названием. О нем мы как-нибудь обязательно поговорим. Вот, регистры, 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 регистры. то есть это local централизованное масштабируемое key value процесс storage, то есть key value хранилище, в котором вы, собственно, будете хранить вот эту комбинацию ключа и пида и к нему обращаться. то есть там вы будете регистрировать. Ладно, потом еще поговорим зачем это, к чему это. Просто я здесь джинсерер связал с конкретным именем и нигде явно его не указывал. В принципе если подходить более общее, более общее, то здесь мы передаем имя модуля, а вот в этих callback мы вот здесь передаем PID мы передаем PID то есть к какому процессору мы даем данное задание. Но поскольку мы связались с именем, мы передаем только имя. Ух ты, час семнадцать. Ладно. на этом я предлагаю закончить, а в следующий раз поскольку мы уже выяснили, что я могу данный процесс убить и у меня еще и оболочка падает, то посмотрим каким образом мы можем построить супервайзера, то есть наблюдателя. субтитры See you next time изучаем Phoenix. Х Т Субтитры Субтитры